В торжественной атмосфере отчетный концерт Челковской районной детской музыкальной школы открывает хор «Надежда» под управлением почетного работника общего образования Российской Федерации Татьяны Лавровой. Сегодня в зале собрались истинные ценители музыки, что во все времена была и остается одним из самых ярких и многогранных видов искусства. Воспитание в искусстве дает возможность детям развиваться эстетически и культурно. Это сделает наши подрастающие поколения все-таки богаче душевно, нравственно. Это не пустые слова. Мы знаем, на что наши дети способны, потому что они самые лучшие, самые талантливые. У детей горят глаза, это так. Но у зрителей как горят глаза. Со слезами на глазах мы смотрим на наших детей, и мы гордимся, радуемся за них, гордимся педагогами, которых их такими сделали. И я очень хочу пожелать в нашей музыкальной школе процветать и дальше. Отчетный концерт – это добрая традиция. В нем участвуют практически все отделения школы. В программе лучшие номера. На этот раз мероприятие посвятили столетию системы дополнительного образования. Музыкальная школа в Щелковском районе работает вот уже более 70 лет, воспитывая целые поколения в лучших традициях отечественной музыкальной культуры. Сегодня в учреждении обучается свыше 700 юных дарований. В коллективе трудится порядка 80 преподавателей, концертмейстеров, развивая в ребятах музыкальный вкус, при этом сохраняя в каждом ребенке индивидуальность. Здесь созданы 15 творческих коллективов. Учащиеся музыкальной школы являются лауреатами и дипломантами районных, межрегиональных, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Кроме того, учреждение является организатором форумов различного уровня – от районных до международных. На сегодняшний день это одно из ведущих учебных заведений дополнительного образования Московской области. Примечательно то, что здесь сохраняются традиции преемственности. Многие из выпускников школы сегодня работают преподавателями. Есть и те, кто трудятся десятилетиями, передавая свой опыт ребятам. Конечно, разнообразие. Конечно, я горжусь, что у нас оркестр русских народных инструментов появился. Ансамбль гитаристов неплохой. Оркестр тембровой гармонии – это вообще уникальное произведение искусства. В области такого не существует. Пока держимся, пока играем, пока собираемся, дружим. Ну вот, что получился хор. Про хор я не сказал, но фестиваль «Дружба-дережок» показал, что у нас один из самых лучших хоров в России. Мы очень любим свои школы и передаем просто традиции свои. Без истории нет настоящего и нет будущей истории нашей. Вот и все. Со сцены звучали произведения великих русских и зарубежных композиторов, музыка советских лет, народные мотивы. Артисты в очередной раз демонстрировали слушателям свои умения, мастерски исполняя сложные музыкальные произведения. Зрительный зал был переполнен особенной атмосферой искусства. И, конечно, за всем этим стоят месяцы работы преподавателей, учащихся и, конечно же, родителей, которые всегда поддерживают в юных дарованиях все их начинания. Более двух часов артисты радовали зрителей многообразием композиций. Музыка, она настолько многолика, но явно одно – это искусство не может оставить равнодушным. По-настоящему ярким получился финал концерта. Творчество оркестра «Тембровый гармоник» и сводного хора вызвало восторг зрительного зала. ПЕСНЯ Впечатления всегда одни и те же. Это грандиозно. Это до глубины души трогает. Я всегда плачу. Я очень рада, что я, когда мне было 7 лет, сама пришла в музыкальную школу, сама сдала экзамены, поступила. Только радостные эмоции, только счастье, только улыбки. Хочется жить правильно, хочется жить, хочется свести, хочется, чтобы наши дети не просто это видели, они это слышали, это внимали и как можно больше получали этих эмоций.